Ну а если возможностей доп. образования будет мало, в этом году перед школьниками откроются и другие новые двери в музей. Историка Краеведческий сентября запускает сразу несколько новых направлений, как для учащихся школ и среднеспециальных образовательных учреждений, так и для всех жителей Автограда. Подробности далее. Можно ли нарисовать с натуры летом зайца-беляка или осенью снегиря? Теперь для художников, любителей и профессионалов в Историко-Краеведческом музее есть все условия для творчества. Так в новом сезоне для них будет доступен пленэр среди экспозиции животных Татарстана, домашних птиц и сцен национального быта. Причем круглый год. Всем любителям живописи, профессиональным художникам предлагаем прийти в музей и порисовать, отточить свое мастерство. Здесь на экспозиции можно встретить животных, проживающих в парке Нижняя Кама. Самых юных учащихся первоклассников с нового учебного года ожидают музейные занятия. На них они смогут ближе познакомиться с экспонатами, посетить экскурсию и принять участие в мастер-классе. Такой вариант обучения может проводиться на выбор на русском или татарском языках. Музейные педагогические занятия дают представление о музее, первичное понимание. Это может дать интерес к освоению истории, например, литературы, краеведения, географии. Самым необычным новым направлением музея станут экскурсии по улице Центральной на татарском языке. Прогулки будут включать в себя интересные факты и истории некогда главной улицы города, где располагались мечеть, кинотеатр, купеческие дома и склады. Самых маленьких участников экскурсии на знакомство с историей отведено около часа. Для взрослых больше. К слову, группы будут набираться ежедневно до 10 человек. Официальное открытие музейного сезона 1 сентября. Любовь Захарова, Тагир Бекметов, Челны, 24.